И всем привет, с вами Wages of Sin. Сегодня мы начинаем вторую попытку выживания в игре The War of Mine. Ну что, поехали? Итак, день первый. И сейчас мы посмотрим, каких персонажей на этот раз нам даст игра. На самом деле, я тут уже сыграл еще разок на запись, но удалил. Почему? Потому что я в первый же день уже потерял Марка. Марка у нас был добытчик, естественно, и я его сразу же просрал в первый же день. Это же жесть какая-то. В общем, попытка номер три, но на самом деле попытка номер два, потому что вторую попытку выживания я просто-напросто скипнул, даже не стал пытаться дальше ее проходить. Но у нас новые персонажи, это радует. О, реально новые, смотрите-ка, один только старый. Окруженные в столице правительственными войсками, повстанцы отказываются сдаться. Мирные жители оказались в самой гуще боевых действий, страдая от неработающего водоснабжения, телефонной связи и недостатки еды и медикаментов. Гражданская война в той или иной степени затрагивает каждого. Роман воевал за повстанцев, но скоро разочаровался и бежал. Арика поехала в столицу, спасаясь от этнических чисток в своем родном городе. Блокада заперла Бруно в городе, отрезав его от его дома и лучшего друга. В одночасье, став бездомным и обездольным, они решили держаться вместе, чтобы выжить. Арика крадется тихо. Ты нам подойдешь, Роман-тренированный боец. Ты нам тоже подойдешь. Ты... Да все нам подойдут, Господи. Как будто у нас выбор есть еще и выбирать, кто подойдет, кто не подойдет. Хотя я вот думаю, что скорее всего вот этот у нас будет охранник чисто. Арика? Нет. Ты идешь разгребать кучу. Да, именно кучу. Вот кучу вот этого барахла. Повар у нас есть, это радует. Арика у нас, наверное, будет добытчицей. Есть у меня такое подозрение. Так. Я не хочу использовать отмычку единственную. Поэтому давайте все вместе разгребаем кучи. Я вот так сижу, думаю, наверное, буду играть по два дня на серию. Ну и, соответственно, ну, может быть, по три. В общем, посмотрим по месту, насколько быстро дни у нас будут лететь. Я уже вроде бы читал Википедию про игру. Честно говоря, уже все забыл. Единственное, что я понял, что нет смысла вообще никого грабить. Потому что сразу же падает настрой у абсолютно всех персонажей здесь. И потом хреново обратно вернешь. Они будут как куча говна сидеть и страдать на месте. Так что пока давайте именно роман на роман. Ну ладно. Нам нужен лом. Я не хочу использовать отмычку. Отмычка нам еще пригодится, допустим, вон Тарик, когда пойдет на дело. О, у нас еще и нож есть. Раз, пошли на дело выпить. Ага. Понятно все. Действуем, значит, так. Ну, нам уже точно скоро не пригодится, по-моему. ВВПП. Это нам надо. Так, вплотную как-нибудь его разместить. Лопата нам уже, похоже, скоро не пригодится точно. Для разгребания завалов дома. А вот для разгребания завалов за домом, это да, это может пригодиться. Сядь, короче, пока. Че, у нас все живые, все живые. Ну, на самом деле, компашка, насколько я понимаю, подобралась не очень. Но мне нравится. Разнообразие, это круто. Иди, ломать будешь. Не, ну можешь и побыстрее, конечно, я не против. Лом. Лом. Здесь, пока он дойдет, ты как раз все разгребешь. Тьфу. Разломаешь. Не, на самом деле прикольная компашка, мне нравится. Повар есть, это главное. Обогреть помещение удастся, да. Кстати, тут еще есть времена года, зима и так далее. Ну, зима и, собственно, все. То есть, тут зима и лето. То есть, какого-то третьего времени года здесь не существует, насколько я понял. Ну, даже этого нам будет достаточно, потому что зимой, допустим, она будет обогревать все это дело. Отлично. У нас, правда, уже ломик кончается. Так, что нам можно сделать? Давай быстрее, Бруно, Бруно, быстрее. Нам же кровати надо сделать. А я кровать даже ни одну не сделал. Ну, разгрести мы все явно не успеем, но постараемся. Что у меня с домом? Почти весь обыскал. Осталось только... Все, ну, очень хорошо. Черт. Побери, да у нас не очень компашка-то получилась. Ну, давайте сюда попробуем разбобленный дом. Лом ей дадим. И отправим всю каждую. Десять слотов это очень и очень мало. Да, он все еще горит. Безопасно не входить внутрь. У нас выбора нет. Пока поделим на ровные части примерно. Что у нас тут есть? Крыса, что ли? Не вижу ни хера. Так, если будет еда, то берем в первую очередь еду. Все остальное подождет. Помимо этого, овощи нам не сильно нужны. Конечно, их можно обменять. Я не помню, что нам надо накрывать. Ищи-щи-щи. В принципе, нам это пока не надо. Но будем иметь в виду. Фу, блин, напугал. Хорошо. Деревяшек тут полно. Хотя нет, давайте вначале обыщем все остальное. Будем по максимуму выжимать из ночи, из дня. Кто тут? Крыса, крыса. Ну да, тут можно было озолотиться, конечно. В городе производится анти-террористическая операция. Оставшиеся в городе будут считаться способниками террористов. Для обеспечения безопасности себя и своих близких немедленно покиньте. Погорение армии гарантирует безопасный коридор. Мало кто верит им после расстрела под гравией. Почти не удивлен. Может, тут пушка есть, а? Тут уже написано огромное количество оружия. Ну, пожалуйста. Ну, очень надо. Если бы у нас... Охереть! Вот это вот можем намного и обменять, между прочим. Остальное пока давайте оставим. Я просто, честно говоря, не знаю. Может быть, я туплю и... Оружейные детали это все, что я могу выжать из данной игры. Но я имею в виду, что тут не найти оружие целиком, как таковое. Но есть у меня подозрение, что вот этот ящичек, он не зря тут стоит. Не зря на нем нарисован домик, да, Саньта? Не зря, скажи. Просто у нас, по идее, больше что дома делать-то и нечего. Да, кроме этого, тут любое оружие, ну, существует так называемая... Ну, не то чтобы скрытность, но можно назвать этой скрытностью. То есть, если с скрытностью убиваешь кого-либо, то убивается этот кто-либо с одного удара. Это, я считаю, очень здраво. И на той серии, которую я решил не выкладывать, я как раз опробовал этот вариант, и он работает. Главное, чтобы было где прятаться. Но он работает. Ну, давай уже, разбирай по максимуму. На. Ай, молодец, какая. Умничка. Да, шумно, но шум в пределах всего одной, ну, максимум полутора комнат. То есть, в принципе, все под боком. Ничего такого. На сигарку, я думаю, нам тоже много чего могут обменять. Пилюли тоже. Порох, патроны. Короче, я сейчас наберу всякого дерьма. Но зато это дерьмо. Возможно, у меня получится выменять на что-то более ценное. Давайте быстренько сейчас пробежимся еще по всему, что тут есть. По сути, у нас остались еще запчасти для оружия, которые я точно не буду ни на что менять. Блин. А вот это надо у нас один больной же. Да, Сандушка? У нас, скажи, один больной валяется дома. Трава нам не нужна. Лед не надо. Но, к сожалению, этот день у нас, конечно, будет провальный по поводу застройки. Но, возможно, мы что-нибудь с этим придумаем. На самом деле, учитывая нашу компанию, все будет довольно сложно. А если ты еще и успеешь разгрызть эту кучу, тебе вообще цены не будет. Там дохлый мужик. Там дохлый мужик. Возможно, у него есть оружие. Твою мать, разгребай. Пожалуйста, пожалуйста, разгреби это дело. Ты сможешь. Давай, давай, давай. Давай. Половинка осталась. Это же дохлый военно. А я думаю, что за куча дерьма. Давай, пожалуйста, быстрей. Ну, уже. Чему я крушу ловится. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Ты сможешь, сможешь, сможешь. Ой. Там же выход тоже можно, я надеюсь. Выйти точнее. Быстрее, быстрее, быстрее. Умничка моя какая, а? Твою налево. Всякое дерьмо. Ладно, хорошо, я понял. Я, в принципе, все понял. Оружение детали. Ну, в общем, обменяем. Много чего у нас есть, что можно обменять. Это что? Это выход. Ну, и давайте уйдем. И у нас день два. Поздравляю. Мы прожили один день. Я нашла очень много классных вещей. Какая ночь. Эта ночь прошла спокойно. Так, учусь, что в клубе шлялась. Какая ночь. Найс. Так, ты голоден? Ты голоден. А у нас жратвы-то. До хрена. А кровать кто делать будет? Давай, делай. Умник. Сел он тут отдыхать, видите ли. Так, так. Хорошо. Давайте подумаем, что у нас еще есть. Нам надо разгрести еще эту кучу. И вот это. В принципе, я бы поспал. У нас не на чем. Какой-то умник до сих пор не закончил кровать. Не будем показывать на него пальцем, но это я. Блин, это мне на троих надо минимум по 3 еды в день. Ох вы жруны. Ох вы жруны. Так, ты. Давай-ка мы еще кровать попробуем найти. А вот у нас на нее хватит. Нам повезло, что здесь не холодно. На самом деле на градус-то пох... Ох... Ух ты. Ух ты. Ух ты. Да. Не хватат. Не хватат. Не хватат. Че делать будем? Делать мы будем... Тут на улучшение ничего надо. Херова туча нужно всего. Тут улучшение. Ну, поменьше. В принципе, у нас почти все есть даже. Так, ты давай спи. Нет, ты давай ешь. У нас пока ни хрена нету. Поэтому будем есть сырую бин. Еды, лекарства, бинтов постоянно не хватает. Слушай, радуйся, у нас пока все это есть. Это же охренеть просто. Жаль, что не жареное. Ну, как все еще голодна? Все, хорош. Поела и хватит. Санта, ты куда лезешь? А? Давай я тебе помогу. Вот так вот. Так. Ты тоже ешь. Че у нас осталось не тронуто? Да все у нас уже потрогано. И не раз. И торгаш че-то не приходит. Все еще голая еда. Да вы издеваетесь. У нас, знаете ли, еды не настолько до хера, чтобы вы везде сытые ходили. Сиди. А ты? А ты посмотри, че еще сделать можно. Че у нас побил? Побил у нас пока курильщик. Те самокрутки нужны, да? Давайте стул сделаем. Лучше сидеть на стуле, чем на полу. Нам стоит смастерить его, чтобы сделать это более мест... Более похожим на дом. Это поднимет настроение в эти трудные времена. Не знаю, нахера он не. Но давайте сделаем стул. На кухне у нас будет. Сидельня нафиг. Так, давайте посмотрим, что нам нужно точно накрывать. Как минимум. Накрывать нам надо. 10 досок и... Так. 10 досок. Черт. Сейчас я просто сижу, думаю, как лучше это сделать, чтобы, допустим, на две кровати натаскать. То есть нужно 6 и 8. 6 и 8. Это получается нам надо... 12 и... 16. Так, так. Так, мужи, садимся и думаем о жизни. Можете даже пообщаться друг с другом. Типа, о, привет, как прошел день. Отлично, день прошел. Сидел весь день на стуле. Угу. Я тоже. Давно не спал. Че ты врешь? Че ты врешь? Спал ты недавно. Не знаю. Обогреватель. Радио. Короче, будет очень сложно. Еще раз повторю. Потому что у нас нет нормального добытчика. Но у нас есть оружие. Это уже что-то. Ага. Нож у нас есть, да. У нас есть драгоценности, которые мы можем обменять на... Да, по сути, на все, что угодно мы можем обменять. Ладно, я сейчас отдохнул. Ты, женщина. Ты не отдохнул. Ты отдохнула. Теперь ты иди спать. Ты иди сидеть. Ну, ты хотя бы час успеешь поспать, нет? Такие заканы. Йоу. Как жизнь. What's up? Торгаш не заходил? Нет, не заходил. Блин. Высокоинтеллектуальная беседа называется. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Топор бы нам найти. Расхерачили бы все в доме. Нет, как ни странно, вы оба охраняете. А ты добываешь. Осторожность. Опасность. Осторожность. Огромное количество материалов. Много оружия. Давайте посетим еще разок. Разбомбленный дом. Материалы и запчасти. Ну, нам по идее же ничего с ней не надо брать. То есть, давайте все слоты оставим пустые. Глазенки такие смотрят на меня. Типа, хозяин, знаешь. На всякий случай. Лучше перебздить. Отлично. Не-не-не, сахар нам не нужен. Ну, издевайтесь надо мной. Ну, что из этой травы-то сделать смогу? Я не знаю. Она, по-моему, популярная, в принципе, вещь-то. То есть, толку мне от нее особо не будет. Вот это вот будет. Это определенно будет. Так, мне нужны доски. И мне нужны компоненты. Для двух кроватей еще. Чтоб мои люди могли спать. Ну, я думаю, вот так вот как-то. В принципе, все. Нам здесь больше... Ничего не перепадет дельного. Хотя у военного у нас все еще валяются запчасти всякие. Для оружия. Но нам, чтобы восстановить оружие, нам, блин... Или радио нам сделать? Не, нахер радио. Все, наверное. Давайте бежать к выходу. Как раз приготовим себе пожрать. И все будет окей. День третий. Ну что, давайте на этом завершим серию. Как я и говорил, я буду записывать по два дня, скорее всего. Потому что все эти дни почти что были целые. Арика занималась припасами, поисками провизии и принесла кое-что интересное. Ну что, на этом, собственно, все. С вами был Witches of Sin. Это была игра This War of Mine. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...